Всем привет, друзья! Вы на канале GadgetPage. И сегодня у меня на обзоре два мощнейших новых смартфона от OnePlus. Это 7T и 7T Pro версия. В этом ролике я покажу их возможности, проведу стандартные тесты и расскажу об общих впечатлениях и также их отличиях друг от друга. Перед обзором хочу пригласить вас подписаться на нашу группу ВКонтакте, где мы публикуем посты с фотографиями новых гаджетов из первых рук, а также даем обратную связь по вашим вопросам. Название странички вы сейчас можете видеть на своём экране и также ссылку на группу вы найдёте в описании. Смартфоны поставляются в идентичных вытянутых красных коробках без каких-либо изображений. Понять, какая модель внутри, можно по надписям на лицевой стороне. Также сзади на коробке есть перечень со спецификациями, характеристиками и информация об объёме памяти на борту. И оперативки и хранилища у 7T и 7T Pro версий из обзора одинаковое количество. Внутри, сверху в коробках, лежит картонный конверт с документацией, наклейками и гарантией. Далее в коробке в картонных нишах лежат смартфоны. Под ними прозрачные силиконовые чехлы и картонка со скрепкой для слота SIM-карты. На дне коробок лежат адаптеры быстрой зарядки и красный провод Type-C USB. Смартфоны визуально имеют значительное количество отличий, хотя по габаритам и расположению элементов они почти одинаковые. Сзади на смартфонах идентичная красивая переливающаяся текстура с матовым покрытием. Это дело, конечно, вкуса, но мне кажется, такое решение визуально выглядит более стильным и приятным, чем супер-блестящие задние крышки последних флагманов от Xiaomi. Также сзади вы можете сразу видеть отличия между моделями в модуле основной камеры. И в 7T Pro версии это три сенсора, которые находятся в более привычном вертикальном расположении. У просто 7T же здесь находится довольно необычно выглядящий круглый модуль с тремя сенсорами камер и вспышкой. Когда я увидел её в первый раз, мне сразу вспомнились некоторые кнопочные телефоны Sony Ericsson и камерафоны от Nokia, в которые пихали крутые на тот момент камеры и акцентировали почти весь дизайн и промо-материалы на них. В случае с OnePlus это ещё и, как понимаете, такой нескрытый намёк на то, что вы имеете дело с крутым камерафоном. Хотя количеством камер и вариаций их расположения сейчас уже никого не удивить, тут скорее идёт гонка за то, насколько широкий функционал и возможности может дать эта многокамерность, и насколько крутые в итоге можно получить снимки или видео. К характеристикам камер и показу их возможности вернёмся чуть позже. На гранях здесь с одной из сторон находятся кнопки блокировки и также рычажок переключения звукового режима с тремя положениями. На левой грани у двух смартфонов находится кнопка качеля регулировка громкости. Снизу Type-C разъём, отверстие динамиков и микрофона, а также слот под сим-карту. В двух версиях можно вставлять две nanoSIM и флешки смартфоны не поддерживают. На верхней грани присутствует отверстие микрофона, и у 7T Pro версии мы здесь ещё видим один элемент, который является модулем выдвижной фронтальной камеры. У просто 7T такого нет, потому что фронталка здесь находится в привычном месте в каплевидном вырезе сверху дисплея. Над ней также есть тонкая полоска разговорного динамика, как и на Pro версии. Сверху и снизу у двух моделей на дисплее минимальная неиспользуемая зона. Боковые грани у дисплея 7T Pro версии закруглены, а на другом смартфоне стоит классический плоский дисплей. Несмотря на то, что Pro версия из-за этого более плавная и гладкая, скользкие они по-одинаковому. И выронить аппарат при одном неловком движении очень легко, особенно в период привыкания к габаритам и форме нового устройства, поэтому сразу рекомендую облачить смартфоны в чехлы из комплекта. О дисплеях из коробки также позаботились, и на каждой модели на экран наклеено защитное стекло. Характеристики дисплеев довольно схожи, но отличия всё-таки есть. У 7T версии дисплей – это крутейшая Fluid AMOLED матрица с разрешением 1080 на 2400 точек. Диагональ экрана при этом 6,55 дюйма. Яркость в пике может достигать 1000 нит, а плотность точек дисплея – 402 ppi. У 7T Pro версии дисплей – это также Fluid AMOLED матрица с уже большим разрешением в 1440 на 3120 точек. Диагональ за счёт скруглённого экрана также больше, и она здесь составляет 6,67 дюйма, а плотность точек – 516 ppi. Пиковая яркость также до 1000 нит, и у двух моделей есть поддержка HDR10+, и всё это дело прикрыто стеклом Gorilla Glass 6. На глаз лично я отлично не заметил. У двух версий дисплей выдаёт шикарное, сочное изображение, и заметить разницу в разрешении получится разве что только с очень близкого расстояния. Конечно, экран из-за скруглённых углов и своей условной безграничности на Pro версии выглядит куда интереснее и эффектней. Но тем не менее, эта часть в большинстве случаев, мне кажется, не особо используется. Глаза в основном сфокусированы на центре экрана, и соответственно на плоской его части. Так что закруглённость экрана, безусловно, придаёт смартфону более премиальный и футуристичный вид, но особого прибавления к реальному размеру изображения и каких-то функциональных преимуществ это решение, на мой взгляд, не приносит. Также протестировал и сравнил дисплей у смартфонов с помощью специального устройства. Большинство показателей довольно похожи, и в целом все полученные данные очень достойные, и к ним не придраться. Некоторые выдаваемые результаты показателей измерения освещенности, измерения яркости и измерения пульсации вы сейчас можете видеть на своём экране. На борту у двух версий 10-й Android и также 10-я версия оболочки Oxygen OS. Она очень красивая, шустрая, но пока без поддержки русского языка. При начальной настройке вас проведут по нескольким несложным пунктам и предложат защитить телефон паролем и отпечатком пальца. На двух версиях сканер отпечатка установлен под дисплеем спереди, и в обоих случаях он работает очень хорошо и моментально считывает добавленные в базу пальцы. Также есть возможность установить разблокировку по лицу, и как понимаете более быстро и просто это будет делать 7T-версия, у которой нет выдвижной фронталки. Оболочка подготовлена для китайского пользователя, и здесь есть большой набор различных и неактуальных для нас сервисов и приложений. Это, конечно же, можно легко исправить, установив PlayMarket и скачав там всё необходимое. Я первым делом, закачав на смартфоны PlayMarket, отправился проверять их в бою, установив новый Call of Duty Mobile. Эта сверхтребовательная игрушка одинаково без фризов летает на двух версиях и позволяет выбрать самые максимальные настройки графики. Оба смартфона заряжены мощным железом, и за их производительность и быстродействие отвечает свежий восьмиядерный процессор от Qualcomm Snapdragon 855 Plus. И также установлен мощный графический чип Adreno 640. После игры смартфоны нагрелись, но не сильно. Более горячими они стали после полных тестов в бенчмарк-приложении. Тут это стандартное место, верхняя часть корпуса, но по температуре даже после больших нагрузок ничего криминального. Пальцы смартфон не обожгёт, и без нагрузки он полностью остынет за пару минут. Бенчмарк-тест проходится на ура, и даже на самых тяжёлых сценах смартфоны без особого труда показывали всё с максимальным фреймрейтом. А вот с результатами теста довольно интересная ситуация. При моём тесте Pro-версия выдала меньше баллов, чем обычная. Но по своей таблице лидеров этот результат был выше, чем у обычной версии, и Pro-версия по таблице находится на втором месте, что на позицию выше, чем обычная. При этом обычная версия с результатами после моего теста выше. Своей таблице в приложении показала, что она мощнее Pro-версий, и она в этой таблице занимает также второе место, а Pro-версия находится ниже и занимает третье место. Это довольно странно, и когда я тестировал смартфоны по очереди, меня это очень сильно запутало. Оперативки и хранилища в двух версиях из моего обзора одинаково. Это максимально возможный объём памяти. Минимальная составляет 128 гигабайт. Также существует ещё Pro-версия McLaren Edition, в которую запихнули аж 12 гигабайт оперативки вместо 8. 128 гигабайт хранилища забить фотографиями и видео на самом деле не так сложно, как сначала кажется. Фотографии здесь получаются довольно тяжёлыми, и видеоролики вы, скорее всего, захотите снимать только в 4К качестве. Поэтому даже имея 256 гигабайт на борту, не плохо было бы иметь возможность увеличивать хранилища с помощью флешки. Но, увы, в помощь любителям хранить огромные архивы контента от OnePlus предлагается только собственное облачное хранилище. Как вариант, вместо забивания всеми этими файлами жёсткого диска компьютера, все воспоминания можно отправлять на съёмные носители. Но для этого вам понадобится либо специальная флешка, либо аксессуар вроде Type-C хаба, который я и хочу вам сейчас порекомендовать. Это хаб от бренда Kingston под названием Nucleum. Это функциональный адаптер, у которого 7 интерфейсов для подключения различных устройств и съёмных носителей. И для использования вместе со смартфоном нам тут может пригодиться USB-вход и также слоты под два типа карточек памяти. С помощью этого хаба вы сможете довольно просто решить проблему нехватки памяти на смартфоне в обход использования стационарного компьютера или ноутбука. Также Type-C хаб будет просто незаменим пользователем современных макбуков. Ведь там производитель оставил всего пару Type-C разъёмов по бокам. И нехватка нужных портов – это довольно больная тема у пользователей этих устройств. Этот хаб станет отличным и очень удобным решением подобных проблем. Он имеет поддержку работы всех портов одновременно. То есть вы можете вести работу, например, сразу с четырьмя флеш-картами, плюс к хабу можно будет подключить ещё какое-то устройство через свободный Type-C разъём и вывести изображение с ноутбука на телевизор или проектор благодаря наличию HDMI-разъёма. Если вы в поисках такого устройства и знаете, что такое нехватка портов у макбука, то этот хаб от Kingston безусловно должен порадовать вас своим удобством и функционалом. Не упустите момент купить нуклеум хаб от Kingston, пока они ещё есть в наличии. Ссылку, где можно его приобрести, вы найдёте под видео. Ну а мы возвращаемся к обзору смартфонов и теме фотографий. На двух версиях в камере стоит почти одинаковая команда сенсоров, но есть всё же некоторые отличия в цифрах и возможностях зума в некоторых режимах съёмки. В 7T Pro-версии основная камера представлена 48-мегапиксельным сенсором, 8-мегапиксельным телевиком с трёхкратным оптическим зумом и 16-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом. В просто 7T-версии также есть 48-мегапиксельный широкоугольный сенсор, немного другой 12-мегапиксельный телевик с двухкратным оптическим зумом и такой же, как на Pro-версии, 16-мегапиксельный ультраширокоугольник. Фронталки в двух версиях одинаковые. Это широкоугольный 16-мегапиксельный сенсор. Отличие, как понимаете, только в том, что в Pro-версии это моторизированный модуль, который выезжает из верхней грани. Происходит это, кстати, очень быстро и также тихо, без лишнего звукового сопровождения. И даже звуков самого механизма почти не слышно. Фотографии, которые мне удалось получить с помощью смартфонов, вы сейчас можете видеть на своём экране. Можно долго разглядывать снимки, но качество и цветопередача на полученных фотографиях на вид мне кажется одинаковым, и каких-то претензий ни к одной из версий у меня нет. Да и делать значительное отличие между этими моделями в возможностях камеры производителю точно не на руку. Так что камера при выборе между 7T и 7T Pro-версией точно не должна быть решающим фактором. Снимки получаются крутые, с хорошим эффектом глубины и прекрасной цветопередачей. Ночной режим также удивил. И снятая в темноте с окна фотография позволила разглядеть намного больше деталей, чем я видел глазами с балкона в тот момент. Видеоролики также на высоте. Хорошая стабилизация, большой выбор разрешений и фреймрейта в настройках. Максимальный зум, как обычно, шумный, но на мой взгляд работает куда лучше, чем в Xiaomi смартфонах. В целом претензий никаких нет, и то, что можно получить с помощью этих камер абсолютно точно подтверждает статус флагмана камерафона. Батарея на двух смартфонах по-честному с полного заряда продержится день активного использования. По характеристикам аккумуляторы незначительно отличаются, но поговаривают, что по факту реальная ёмкость одинаковая. Конечно же есть поддержка 30-ваттный варп-чардж, который зарядит батарею до 100% всего за пару часов. Из прочего интересного, ещё у смартфона стоят качественные громкие динамики Dolby Atmos, имеется поддержка NFC и часто волнующий многих вопрос, поддерживает ли смартфон наших операторов связи. Да, поддерживает, и смартфон из коробки без проблем сразу распознал мою мегафоновскую сим-карту и подключился к LTE-сети. Со звонками, соответственно, также проблем никаких нет. В итоге мы имеем два очень крутых и мощных флагмана, и каждый из них, что интересно, думает, что он мощнее другого. За свои деньги сейчас это действительно лучшее, что можно урвать на рынке. Об этом говорят как результаты различных тестов, так и общая скорость работы и функционал смартфонов. Pro-версия, по идее, считается круче, и цена её, соответственно, выше, чем у обычной. Но стоит ли эта переплата того, решать вам. По сути, в цифрах, что конкретно круче в Pro-версии, это дисплей, и в общем-то его большее разрешение, скорее всего, и создаёт эту разницу в цене. Ну и ещё не забываем про моторизированный модуль фронталки. За него вы тоже накидываете сверху. Так как это решение является более дорогим, но я не могу сказать, что более инновационным в техническом плане. Думаю, пора уже всё-таки научиться прятать фронталки под дисплей. Свои вопросы и мнения по поводу смартфонов из обзора можете оставлять в комментариях. Ссылки, по которым можно ознакомиться с ценами и также заказать устройство, вы найдёте под обзором. А на нашем сайте gadgetpage.ru вас всегда ждут самые свежие и сочные новости из мира технологий, а также подробные обзоры, разборы и распаковки новых устройств с фотографиями процесса. Не забывайте подписываться на наш канал, нажимать колокольчик и ставить лайк, если обзор вам нравится. Всем спасибо за просмотр, всем пока!